всем привет привет с вами новый наш выпуск нашу шоу развлекательно субъективного новостного шоу даешь галдеж как говорится второе имя для своих близких для вас даешь душнешь и сегодня это как никогда правда в петербурге все еще за 30 градусов мы на грани нервного срыва и предлагаю начать поехали напоминаю что мы читаем новости высказываем свое никому не нужное мнение вы комментируете его и пишите согласны вы с нами или нет прекрасная новость так приятно начинать добрых таких новостей доброй холодной страны вот сейчас мы в исландию не только из-за температуры воздуха в исландии четыре года тестировали короткую рабочую неделю продуктивность такая же счастье больше а выгорание меньше да вот знаешь это на лозунги надо поднять как землю землю крестьянам заводы рабочим всем остальным четырехчасовую неделю четырехдневную уже как-то совсем это сократил ну как-то исландская ассоциация за устойчивость и демократию опубликовала результаты теста четырехдневной рабочей недели который длился четыре года их назвали ошеломительным успехом работники стали эффективнее определять приоритетные задачи начали проводить более короткие на содержательные встречи либо заменили их перепиской здесь все кто проводит тысячу совещаний в зуме пускает слезу как мы в итоге продуктивность тех кто работал 35 36 часов в неделю вместо 40 остался на прежнем уровне либо продуктивность выросла при этом люди меньше стрессовали и выгорали них улучшилось здоровье выровнялся баланс между работой и личной жизни красота ведь смотри вот мы весь 19 век до отбивали себе право на достойный труд там на пенсии пособие так далее да снижали рабочий день и прочее прочее а потом получилось так что вот мы весь 20 20 век да вот держимся за этот восьмичасовой пятидневку мне кажется парашют менять ну слушай но с другой стороны вот на завод бы вам пойти и посмотреть как там ваше выгорание но я к тому что несмотря на то что еще повсюду обсуждается вот эта офисная стрессовая деятельность с выгоранием с стрессом в общем-то с этими ранними сердечными заболеваниями как говорит мой врач они молодеют тот молодеет но не мы болезни молодеет но не мы но не мы на самом деле часто сравнивают с тем что ну вот раньше люди там крестьяне пахали рабочие на землю буквально смысле крестьяне работали на земле а рабочие на заводах и ничего все нормально жили без выгорания стрессов что ты по этому поводу думаешь ну во первых разный тип работы все-таки разные ситуации но нельзя сравнивать как знаешь люди любят сравнивать трагедии собственных жизней с другими типа ну он там ничего не пережил вот моя драма вот я так влюбился что просто то есть мне кажется не влюбился я подумала про наруто что наруто и саски разная трагедия в жизни просто наруто пересматриваю разные трагедии в жизни у меня главная трагедия это не любой а то что саски вернись деревне вот нет и поэтому мне кажется не смысла сравнивать то есть но понятное дело что у них из-за физического труда мне кажется другие были проблемы, другие обстоятельства А мне кажется, просто история такая, что давай вернемся к социалочке что до 20 века и если мы говорим сейчас о странах третьего мира, где по сути своей во многом сохраняется эта проблема отчуждения результатов труда, переработки и так далее и тому подобное, история заключается в том, что там люди-то особо и не доживают до того момента чтобы как-то наслаждаться результатом своего труда, они выживают просто постоянно, то есть эта проблема с выгоранием и стрессом появляется тогда, когда у тебя появляется свободное время, это не значит, что надо пойти болты нарезать на заводе в свободное от твоей обычной работы время дополнительно или там пойти пахать землю как Лев Толстой, а в том, что когда повышается уровень жизни психика, она перестраивается и ты начинаешь вообще рефлексировать, как ты живешь и вот эти все истории про то, что да вот мой дед до 80 курил, пил и работал на заводе и вообще умер в 87 это, конечно, очень не репрезентно репрезентативный твой личный опыт это знаешь, как я могу сказать о том, что знаете, я вот ни разу не встречала маниак-убийцы, их не существует надеюсь, я не встречу но история такая, что если посмотреть статистически то люди жили меньше даже, сколько там, по 10 детей рожали выживало 3, дай бог умирали рано, все эти болезни и так что сравнивать это абсолютно неправильно и посмотрите, мы идем к прекрасному будущему но вопрос, Исландия, за счет чего эти себе четырехдневный рабочий день может позволить? за счет неквалифицированного, тяжелого труда стран третьего мира и пока мы не решим Лизой и хлебом не корми дай поговорить про капитализм со странами третьего мира, с детским трудом с трафингом людей мы не можем взять и требовать повсеместно потому что получается, как древняя Греция кто-то умирает, рабы на галерах и так далее и тому подобное тут растет прекрасная философия здорово, но нельзя же так повторять Аминь А вы, наверное, заметили, что у нас снова новая локация и мы в этот раз очень, как сказать, как бомонд Бомонд? Да, знаете, как все эти большие... Ты где выкопал это слово, бомонд? Мы просто в хорошем месте, это называется Ну, слушай, ну просто знаешь, у всех больших ютуберов они часто снимают выпуски в барах как взрослые, вот мы как взрослые Смотрите, мы в баре, здесь все так красиво если что, у меня здесь водичка, потому что пить что-то, кроме воды Такой жару невозможно, но мы, конечно, не поддерживаем злоупотребление алкогольными напитками Только, как говорится, для вкуса жизни Не знаю, я превратилась просто в какого-то сорокалетнего мужика Бомонд в своей жизни В общем, хотела сказать спасибо бару Бражник на Петроградке в Санкт-Петербурге за то, что предоставили нам место для съемки Приходите здесь классно И прохладненько Да, здесь кондей есть Мне кажется, как можно еще похвалить место сейчас Здесь прохладно Вообще, мне хочется выходить Мы здесь будем до вечера сидеть Придут посетители, а мы все будем, будем здесь сидеть Итак, помимо нашей чудес новой локации Кстати, Никита, удобно тут на креслах? Да, ножки нормально, хорошо Вот как раз, сиди, наслаждайся А мне ужасно неудобно, я не знаю, у меня У нас с тобой слишком разная антропометрия Да, да, то есть вот на этих диванах было супер Где, где я вот так вот? Да, мне было норм Ну, знаешь, я думаю Тебе в метро удобно ездить? Кому-то в нашем шоу всегда неудобно Либо тебе, либо мне, либо зрителям Кому-то точно Не забывай про нашего замечательного оператора Он, мне кажется, в принципе, ненавидит происходящее А уж монтажер Привет, Даня Какая следующая новость, Никит? Может, ты почитаешь чем-то разнообразие? Да, к сожалению, я буду читать Потому что новость нашел, как ужас у я Телепузики похвастались прививкой от COVID-19 в Твиттере А какой ТВ? И столкнулись с конспирологическими теориями Подожди, а они какую прививку сделали? Файзер? Зельцер? Она там немножко придуманная Китайская? Какую? Просто антикоронавин? 7 июля в официальном твиттер-аккаунте Телепузиков Телеспутник? Каламбуры заряжай Официальный твиттер-аккаунт Телепузиков Первая проблема этой новости Персонаж одноименного детского шоу 90-х Появился новый пост В нем сообщалось, что герои успешно привились от коронавируса Правообладатели шоу прикрепили к твиту 4 фотографии На которых Твинки-винки Твинки-винки Тинки-винки, дипси, ляля и по Держат сертификаты вакцинации А пылесосы сделали прививку? Реально, типа, они вот держат А пылесосы сделали прививку? Чтобы ты просто сама посмотрела О боже мой, у него О боже мой, они такие плюшевые Да Подожди, тут еще каждая, тут будет картиночка, конечно Каждый сертификат цветом определенного Телепузика Конечно А пылесосы не сделали прививку? Это не уточняется в посте А солнышко? Я на то, как смотрю в вселенной Во-первых, все удивляются, потому что там на этих сертификатах написано дата рождения Телепузики родились в 2003 году Первый выпуск Телепузика выжил в 1997 Интересно, вот нас слушают люди, которые ровесники Телепузиков? Кто еще смотрел Телепузиков? Я С тобой-то понятно все Пишите в комментариях, кто смотрел Телепузиков Это обидно было? Я тоже смотрел Телепузиков А, ну ладно Просто ладно, у меня вопрос первый Более того, у них номер сертификата 9, что-то там, там 5 цифр То есть есть вселенная, где живут 9, там, сколько там, десятков тысяч Телепузиков Телепузиков Подожди, Телепузики, они до сих пор снимаются в этом шоу? Я не знаю Просто если они до сих пор снимаются, они что, обманывают публику, что они все еще дети? Нет А как они начали сниматься раньше, в своей дате рождения? Поэтому в Твиттере возникла огромная такая бучер, и все такие Телепузиками можно уже сходить в бар Привет Да Надеюсь, тут появится телепузик, типа А с кем бы ты сходил в бар? Я бы сходила с Дипси У него была такая классная сумка с коровьим узором Мне кажется, он был очень веселым Он как Дрэк Квин А вот Ляля была мне не нравилась, она неприятная была Тинки-винки слишком занудные А по слишком инфантильные А Дипси идеальный вариант Ты много времени провела с размышлениями о Телепузике Не знаю, меня это поразило Нет, на самом деле я очень раздушна к ним была Но когда я пошла в первый класс У нас была учительница, которая была какая-то Какая-то война, понимаешь? Вот священная война с телепузиками Она каждый урок говорила о том, что это деградация Это для дебилов Потом кто-то принес игрушку Телепузик, вы помните, как она держала его И вот такая Это деградация нации Ну, я тогда решила их внимательнее посмотреть Стала каждый выходной его смотреть Что я хочу... Ну, мне стало интересно Просто так запрещают Почему бы не посмотреть Запретный плод Да, да Что я хочу сказать Ну, они действительно очень инфантильные Много вопросом, что это за солнышко в виде ребенка Ну, что у меня, ты ребенок мертвый или чего Потом робот-пылесосный Самый нормальный там чувак Он как Сквидверд Единственный из них адекватный И телепузики не очень понятно вообще Откуда у них ресурсы Чем это все зарабатывается Есть ли у них родители Откуда у них пузикрем Зачем они так много... Много вопросов к вселенной телепузике Да, да Ну, и вот эта история о том, что Шоураннеры не продумали, что телепузики родились раньше, чем Они начали выступать А что, до них было какое-то другое поколение, которое убили? Может, это клонированные телепузики? Это клонированные телепузики Это мультивселенная телепузиков Ну, как в Рекиморте Вот, прикинь, мы были телепузиками Почему ты предполагаешь? Возможно, мы... А возможно, мы просто... Сон, который снится телепузику Может, это прото-раса была Вот, перед человечеством Знаешь, когда вот обычно Придумывают такие конспирологические теории А, теперь мы отходим Атлантиды, это про них, да? Это многое объясняет Они же вроде бы, типа, два метра Да, да Кто-то сопоставлял такой Их высчитывал реальный рост Они, типа, очень большие Да, два метра, они очень большие С антеннами То есть связь с космосом Понятно Я поняла, телепузики Это чипы Вот у них чипы Один большой А чипы не так будет выглядеть Когда... Прям вот так вот тебе их Хорошо Я хотела еще Я думаю, тебе стоит сказать Да, плюс Мы очень любим ваши фан-арты Мы увидели Качка-сверчка Боже мой Он покорил всю нашу Как это? Редакцию Весь наш проект Назовем это так Вот Мы это очень... Мы всем показали Всем Да Мы были потрясены Спасибо большое Он такой классный Спасибо большое Вот он сейчас где-то здесь Будет появляться Мы его обожаем Просто Хоть тату с ним дел Тату скачок-сверчок Нет, я почти нет Ну вот у тебя же нет татуировок Ты можешь сделать первым А у меня надо начать Начинай с скачка-сверчка Я буду думать об этом Друзья Мы подарили нашей прекрасной художнице Сертификат на лекцию Никиты На самом деле И тысячи любовей На самом деле на любую лекцию Но Никита верит Что она потратит Этот сертификат на его лекцию Вот Если Вы хотите тоже Быть ближе к Никите И его лекции Что-то В чем здесь я-то постоянно Ну мы не знаем Понимаем Ладно, окей К моим лекциям Лекциям других лекторов То Мы ждем ваши фан-арты Обязательно Пишите Присылайте их Мы репостим их В нашем основном аккаунте Да, и нам правда Очень приятно Да И конечно же Тоже в ответ Вам подарим сертификаты Так что Мы очень ждем фан-арты И Будем выпрашивать их Каждый выпуск Да Как-то типа Знаешь, как на Википедии Вот этот грустный мужчина Пожалуйста Вы хотите помочь В Википедии? Вы хотите помочь Нашей самотсанке? Нет, на самом деле Это очень классная штука Ты рисовал фан-арты когда-нибудь? Я похож? Спроси меня Я Нет Я не дам тебе выговориться По этой теме А какой-то Вы интересовал Ладно Поехали дальше Никита Новость Которой ты можешь Почувствовать себя Экспертом Я теперь каждый раз Для тебя такое готовлю Ну давай Порази Нас Своим интеллектом Италии заявили, что нашли рукопись Данте Ученые никогда раньше не видели его почерк В Братеке Флоренции найдены рукопись Данте Алигери До этого никто не знал, как вылет его почерк Находку сделала Джулия Болтон Холлоуэй Бывшая преподавательница истории Средневековья Ставшая монахиней Блин, это прям такая прикольная история Слишком увлеклась Холлоуэй, да Обнаружил рукописные листы случайно Почерк похож на школьный Но письмо выполнено на превосходном Тосканском диалекте Рукопись датирует концом 13 века Когда Данте был студентом во Флоренции Учился у Бранетто Латини Философ и политик Все нормальные люди учились на философском Вывод о том, что найденные листы Написал Мэд Данте Сделали на основе работы Леонарда Бруни Ученого эпохи Возрождения Который увидел почерк поэта своими глазами И вот Розаху написывает с точности так Кроме того, на рукописях изображен квадрат Наложенный на крут Ученые отмечают, что именно в эту концепцию Позже использовал божественные комедии Данте Для описания бога Ну давай, расчехляйся Ну, как бы Данте Великий поэт Не, ну, чего здесь говорить-то Понятное дело, что Данте это фигура Понятное дело, что Данте входит в такую, знаешь Когорту великих людей Ну почему, в чем вообще важность Ну как, ну давай, ладно Душнить так душнить Данте, как поэт Это человек, который в некотором смысле Завершает Средневековье Начинает эпоху Возрождения То есть Данте делает, что он показывает Средневековое мировоззрение Мир, устройство Вселенной и так далее Но при этом туда пускает Человек в эпохе Возрождения Поэтому Данте гуляет по всяким таким вот Очень злобным, страшным, хатоническим вещам Что эпоха Возрождения Видела природу красивой А Данте показывает ее довольно отвратительно Особенно в аду Но при этом человек Вот который гуляет по этому аду Сам Данте Как Панасенков, да? Да, да, примерно Под эту же райду Это человек эпохи Возрождения Почему? Потому что он Главное Он Самостоятельно говорит И оценивает то, что там происходит Средневековье человек бы просто боялся И падал в обморок постоянно Кстати, это очень смешно Данте раз пять падает И там Вергилий очень смешно Его тащит через ад Причем Данте до самого начала Вергилий к нему выходит А Вергилий такой Погнали вам А Данте такой Кто я такой? Я не пойду Вот этот чистый Средневековый человек Такой типа Я, да кто я такой? Ну, помнишь Открываешь Исповедь Августины И Августин такой Я познавать Бога? Да никогда Но я попытаюсь Но, да Это потом уже пойдет переход На я раб Я червь Я бог Я человек Да, а вот Данте Показывает человека Который такой Идет по аду Вот тебя бы пониже Тебя бы повыше Вот тебя бы по-другому То есть он Он оценивает Суд Божий Средневековый человек Никогда бы не осмелился Это сделать И вот это показывает Революционность этого текста Насколько я знаю Данте Он же Создал литературный Итальянский язык Да, как шекспир английский Да, то есть Если бы не Данте В принципе итальянской литературы Именно литературы Не существовало Художественного слова Ну, в принципе Вот вся эпоха возрождения Такая Начало формирования Национальности Да Германия переводит На немецкий Библию Лютер Реформация Англия Шекспир И так далее И Италия Начинает формироваться Вот как бы Вот это единое ядро Священной Римской империи Начинает распадаться Хоть немножко на нации Да И Данте Здесь, конечно Такое лицо итальянцев Есть такая Забавная история Когда в 20 веке С Родору Дали Сказали Иллюстрирую Божественную комедию Итальянцы восприняли Это как плевок в икону Типа Вот этот вот С усиками будет Иллюстрировать Вот наше все Ну, Данте Для Италии Как для нас Пушкин Разумеется Ну, в итоге Разумеется Дали это не остановило У нас есть иллюстрации Вот они где-нибудь Здесь появляются Кстати, очень прикольные Но Как бы Когда волновалась С Родору Дали Что о нем думают Никогда Вот А Данте, конечно Величина Ну, и вот Из-за его статуса Конечно Каждый его, что называется Клочок бумаги На вес золота Ну, и, наверное Справедливо Мне очень понравился Комментарий о том Что почерк похож на школьный Мне кажется Я до сих пор хуже пишу Мне всегда было ужасно почерк И нормальный почерк Ничего школярского здесь нет Это первое А второе Мне очень нравится Что сейчас Мы можем провести Есть же вот эта Дурацкая Псевдонаучная история Где характер определяет По почерку И узнать Что это Это Данте абьюзер Был он абьюзер или нет У него же была Такая драматическая Любовная история Которая Очень красиво звучит С точки зрения Ну, как бы Его эпохи И Романтической оптики Но с современной точки зрения Что-то с ним было не так Ну Как бы Другая эпоха Другая эпоха Другие нравы Говоря о Италии И великих людях Италии Мы заканчиваем Нашу непостоянную рубрику Скажем так Ситуционную Но трепетно любимую Евро 2020 Кстати, я очень удивилась Когда узнала Что Я вот когда выпуск оформляла Я писала Евро 2021 А потом оказала Нет, слава богу Я поправила все Что оказывается Это Евро 2020 И по сути Это какая-то интересная Пространственно-временная коллизия Такая лебиада в Токио Она же, по-моему, тоже будет Случать Тебе не кажется, что это Такой очень мощный С точки зрения философии Такая большая мощная Попытка человечества Как будто отменить События предыдущего года И сделать вид Что его нету Как бы переиграть То есть вся эта культура Отмена современная Переживем то, что не смогли Да-да И мы проживем это То есть мы не переживем Коронавирус и не сделаем сейчас Мы проживем это тогда То есть это уже такая попытка Массовом сознании Управлять временем И хронологией Прикольно, да? Да Хорошо Так вот Ну а теперь нормально Итак Выпускаем на поле Никиту Выпускаем накачанного сверчка Италия взяла евро Класс Отлично Вообще Италия В этот год Я расстроила, что германеры Невероятно успешным Евровидением Мы не с кем Да Евро Итальянцы Нашли Нашли Почеркушки Почерк Почерк-данцы Данцы Отлично Не, ну если вы видели Этот финал Какая-то Ну, будем честно Я был скучноват Не знаю, ты видела Нет Ты сказал, что скучноват Обычно такое Ты начинаешь Типичные Никиты Новости про футбол Вы видели этот матч Икс, Игрик, Игрик Какой это футбол Какая игра Какая страсть Вот за это Мы любим футбол За это и любим футбол Но будем честны Финал был довольно скучноватый Пока не настала серия пенальти И вот там, конечно, все Это было мощь И как я рад за итальянцев Я, конечно, болел там За французов сначала И так далее Но вот в финале Англия и Италия Были за итальянцев Пара центральных защитников Из Ювентуса Такие матерые мужики Англичане молодцы Единственное Но просто, понимаете Англичане играли все В Эмбли И там было много новостей Про то, как английские фанаты Там бушевали Напились Разгромили Лондон И так далее Английские фанаты Это вообще Какая-то самая страшная Часть фанатов Мира футбола Ну да Это такая Самая отъявленная Помнишь вот эту историю Когда забулили девочку С немецкого матча Ну в смысле Я все понимаю Но булить ребенка Это же совсем кошмар Британские фанаты Такая действительно Отдельно Не самая приятная сторона Сама английская команда Когда узнала Про это все Говорила, что нам Такие фанаты не нужны И вообще Конечно, официальная Организация футбола От всего этого И действительно Это не самая приятная Сторона футбола Я то есть думала Что есть вот эта Криминализация Футбольных команд Латинской Америки С фавелами Ну такая большая история А здесь ну просто Это какая-то Субкультура ненависти Да Ну это не криминализация Это именно Просто субкультура такая Нет, я говорю про Латинскую Америку Что там связано С вот этими Войнами Фавелами Да, там невозможно Но здесь это просто Невозможно Я тебе говорю точно Хорошо Я читала про это Хорошо Ну а здесь просто такие Фанаты, которые не знают меры Это грустно Вот А за итальянцев Очень приятно болеть Они классные Там и куча молодых Куча таких матерых Старых Давай, ну скажи Накачанных Красивых мужчин Ну короче Мы радуемся Финал И грустим сразу Потому что футбол Сейчас пропадает Наконец-то все уедут Из Петербурга Да, кстати Я видел англичан Здесь они тоже ходили А, слава богу Наконец-то станет Спокойнее в центре Но грустно Потому что праздник Футбольный ушел Да, мы будем грустить Но финал запомнился Хотя был скучноват Но серия пенальти Драма просто там А я знаю Это просто нужно наложить Матч в футболе Написать на Молискин Отличный же Потрясающе Хорошо, давай Поздравляем всех фанатов футбола Поздравляем всех тех Кто болел за Италию Ты читал наши комменты Люди там, кстати Пророчили Италии Победу И то, что Англия Выйдет в финал Так что, ребят Вы супер Хотя мы-то с вами знаем Что датчане должны были выйти Пройти англичан Ждем фигурку Чтобы, наконец, я вам рассказывала Ну, прохладная тема, наконец А, ладно Лед Лед Услышал, лед Хорошо, поехали дальше Да, следующая новость Тоже из мира искусства Италии Прости, я вообще не знаю уже Как мне сесть Потому что я просто скатываюсь У меня платье скользит По этому кружесу Добро пожаловать Я уже не знаю, как мне сесть Надеюсь, я не выгляжу Слишком ужасно сейчас Продолжай, пожалуйста И завершая наш сегодняшний Такой итальянский выпуск Часть итальянских новостей Набросок Голова медведя Леонардо да Винчи Продали на аукционе За 12,2 миллиона долларов Размер 7 на 7 Маленький рисуночек Абсолютно прекрасный Он ее выполнил Серебряным карандашом На розово-бежевой бумаге В начале 1480-х годов Прекрасно Красиво Хорошо Очаровательно Вот я очень люблю Такие, знаешь, именно рисунки Эпохи Возрождения Как вот знаменитый Заяц Дюрера Как у да Винчи Слушай, у Дюрера вообще же В принципе Да Очень большая коллекция Именно Он же графикой занимался Он графикой, да Ну, то есть в основном От Дюрера-то осталась графика Вот эта невероятная Графика недавно В Москве выставлялась Большая выставка была Ну, то есть Вот мне всегда нравились Такие вот именно Их рисунки Крабики Есть у Леонардо Винчи Потрясающие Вот это показывает Такое, знаешь Вот то Внимание Которое они впервые Уделили самой природе Да, вот это вот Наслаждение Каким-то Простым базовым вещам Вот не как Все средневековье Наслаждалось Какой-то там Красотой Метно-физической Вам не кажется Это же сейчас связано С тем, что Ценность науки И знания возрастает Изучение мира вокруг Не через религиозную оптику А именно Ну, там Скажем так Фундамент нового времени С экспериментами Наблюдением И всем подобным Да, да И вот это То, как это выглядит В искусстве Когда искусство понимается Как способ познания Вот это уже Данте Это уже Леонардо Искусство понималось Как способ познания мира Вот то, как они через рисунки Пытаются исследовать Да, вот знаменитые Анатомические рисунки Леонардо да Винчи Того же самого Это, мне кажется Такой удивительный сплав И искусства И науки Да, такого Взгляда исследователя Но через эстетический опыт А мне еще интересно Что И как итальянцы Надо вот так Да, ты, конечно Мискузи Итальянка Блин, да, кстати Я вспомнила У меня футбольный фанат Английский ассоциируется С Евротурум Фильм Там, где они приехали Ты не видел Там, короче, они приезжают Заходят в какой-то бар Это кастобар фанатов И они начинают врать Что они Американские фанаты футбола Там такие прям Очень жесткие Страшные мужики Ладно, забей Так вот Говоря про Леонардо Винчи 12,2 миллиона 12,2 Слушай, а ведь Самая дорогая в мире Картина Тоже якобы принадлежит Леонардо Винчи Спаситель мира, по-моему Да Называется Которая поделила Все искусственное общество Надвое Кто-то вроде бы согласен Почти все Прищурис сомневаются А ты тоже сомневаешь? Я тоже сомневаюсь А почему? Ну потому что она Просто даже Выглот сходу Я, конечно, не то чтобы Я не имею права Проверять картину На подлинность Такой подошел Знаешь, типа так Нормально По вкусу? Ну да Я не знаю Что-то не то Ой, сковырнул Как У меня любимый Этот Скетч Мистера Бина Когда вот он В каком-то музее Картину Он там ее как-то Поцарапывал или что-то Он пытался ее очистить Он ее в итоге Стер в принципе Я так умирал Так не хочу пересматривать Бои что такая Фигня на самом деле Не пересматривай Я Евротур не пересматриваю Я увидела в 13 лет У меня остались Воспоминания очень смешные Хотя я уже тогда понимала Что это так себе кино Но у меня великолепные Воспоминания Евротуре Пересматривайте Я это не буду Я так люблю И очень быстро смотреть Я просто так напоролась На некоторые любови Своего детства И юности Лучше этого не делать Вот именно Так вот Я не имею права Обладать В этом смысле оценкой Но даже визуально Ну какие-то много Ну то есть Тонкость работы С светотенью Там у той же Моны Лизы Или у того же Там Яна Крестителя Это называется Сумато Да Просто я не всегда Выпендриваюсь на камеру Ну подожди У меня нет Искусствовического образования Поэтому не можно Выпендриваться Ну то есть Плавность перехода Конечно Ну то есть Эта мягкость Всех линий Сфумато Она Ну у Яна Крестителя Поражает абсолютно А на этой картине Конечно Глаз не цепляет А я читала Что это на самом деле Какой-то из его учеников И сейчас выдают Это за Леонардо Да Ну скорее всего Ну то есть Есть Я не могу сказать Точно Но есть такие истории Что скорее всего Это действительно Какая-то мастерская Или еще что-нибудь Но Опять же Я кстати читала Когда про подделки картин Знаешь как делаю Как часто Обманывают коллекционеров То есть Есть же сейчас Вот этот анализ Углеродный Который помогает Определить время Там же на бумагу Смотрят на материалы И так далее И тому подобное Так вот Есть художники Которые известны Только в определенных странах Ну например Наш Шишкин Никому за пределами Постсоветского пространства Не нужен При нашей большой любви к Шишкину Да Но при этом Шишкин Уникальная история В Германии Например Тоже были художники Рисовавшие в подобном жанре Вот с старальными пейзажами Похожие техники Еще делают Они берут этих дешевых Никому не нужных художников Из Германии Перевозят в Россию Переставляют в другую раму Создается подпись Шишкина Опа И не придерешься Ну Да Да Что они не сделают Чтобы всех обмануть Ну это к вопросу О значимости Русского искусства В мировом контексте Которое до 20 века Я понимаю Так было Ну иконопись Ну да Иконопись И потом Малевич и компания Кандинский и так далее Хорошо Как-нибудь о русском искусстве В судьбах поговорим Кстати У нас есть подкаст Про судьбу русского искусства Послушайте Очень классный подкаст Там Алена Никита Которая у нас Искусствоведа Я-то тут В своей киношного берега Рассказывают Очень классные вещи Что у нас Последнее Твоя любимая Да Никита Давай ты объявишься Ты нравится Когда ты объявляешься В мою рубрику Давай Звучит очень странно Ну как называется Эмоции динозаврика Эмоции динозаврика Та-дам Так Пишем эмоции динозаврика Если вы любите нас Если вы любите мир Если вы за все хорошее Прочи плохого Я готова Давай Смотри Сделай так Никогда Ну пожалуйста Не настолько это смешно Назад неизвестно Ученые назвали Ее каменным бассейном Они считают Что изначально Там хранили воду На случай осады города А позже Возвели сверху Большой жилый дом В фантаменте археологи Обнаружили мусор Керамику Кости рыб Другие пищевые отходы И зубы акул Но видимо яйца Из нашего выпуска Одного из наших выпусков Не нашли Потому что там не туалет был Вначале Исследователи Датировали их Тем же периодом Что и остальные находки 2900 лет назад Когда ученые готовились К публикации Результаты своей работы Один из рецент Пметил, что акуль и зубы Могли принадлежать Видам вымерших Аж 66 миллионов лет назад На охотку отправили в лабораторию И установили Что возраст зубов акул 80 миллионов лет Анализ показал Что их добыли Почти в 100 километров От Тур-Салима Простите мне Написали В пустыне Нигеф Где лежат Мезозойские породы Дела видишь Этого не было В общем, друзья Что хочу сказать Во-первых Что-то про то Хотел сказать Пипец Подловил Знаешь Вот тут будет мем Про стоматолога Там, где Стоматолог смотрит Твой зуб А там Пятитысячную Круплю Знаешь, что у акул Зубы в два ряда растут Знаю Прикольно, да? У нас бы тоже так было Было бы клево Можно было бы грызть лед Сейчас в жару Не переживая Что придется за это платить Потом Мне интересно Как бы могли использовать Эти акули и зубы люди Мне кажется Это прекрасная погремушка Прикинь, такая ожерелье Мы сейчас сделаем Связку со всеми нашими выпусками Смотрите Таймер Смотри Во-первых Это нашли в Израиле Как яйцо динозавра Это нашли в мусоре Как картину Из прошлого выпуска Это зубы эпохи динозавров Ну, как наша любимая тема С динозаврами Как анус динозавра Каждый выпуск Нужно проговорить Анус динозавра И это зубы Как в той Про лосей Помнишь? Там, где зубы лосей Использовали Для танцев Да Я тоже сразу поймался В общем-то Это очень классная История показывает Что самым интересным Занимаются археологи Ответ Наша рабочая гипотеза Зубы собрали коллекционера Но мы не можем ее подтвердить Хотя на зубах нет следов износа Которые могли бы светить С тобой к использованию В качестве орудия Нет просверленных ответствий Указывающих то, что они могли быть украшением Так что это не погремушки Что я хочу сказать Скорее всего Это какая-то Какая-то персона Ой, простите Я опять соскальзываю Соскальзываю С края здравого смысла Просто Это какая-то персона Типа меня Которая собирала Просто всякую фигню Знаете, я когда-нибудь надеюсь Что моя коллекция Игрушек из Хэппи Мила Тоже Тоже так же ее найдут Так и зачем Кто это Как это использовали Ну вообще у меня квартира Как у подростков Там типа У меня куча всяких фигурок У меня мало коллекционных фигурок И всего такого Но куча всякой вот этой Фигни Которая дорога моему сердцу Вот через 50 тысяч лет Буду думать Что это что-то важно Все Так, спасибо за то Что вы досмотрели Дослушали Мы любим Ценим вас Пишите комментарии Ставьте лайки Подписывайтесь Нажимайте на колокольчик Подписывайтесь Не забывайте Ставить эмоции динозаврика Телепузика Я не уверен Правда, что он такой существует Но все равно Да, если есть эти Пусть видите нас Рисуйте свои фан-арты Отмечайте наш Наш аккаунт Art4introvertRush В инстаграме Если хотите Видеть больше нас Зачем-то Ну нам приятно Подписывайтесь на наш инстаграм Мы-то постоянно Что-то рассказываем Никита рассказывает И я Очень умные вещи Да Ну в смысле Да Нелли не пропустит Историю правды С динозавром Наш инстаграм Нелли наш редактор Так что Спасибо вам большое И хочу, кстати, сказать Ты видел Вот в этой Во всей нашей Квази-новости Метов Которые соединились Куча наших выпусков Не было Про самцов мышей Которые рожали Наверное Потому что Вопрос исчерпан Нам в прошлом видео Оставили вот такой Огромный комментарий И здесь Склею Вставлю Про то Как этот процесс Весь работал Спасибо большое Очень интересно Я потом еще погуглила Вообще обожаю Когда пишут Какие-то подробные Разборы Чего-то Да, спасибо большое Люди разбираются Очень круто Ждите в следующих выпусках Каннский кинофестиваль Никита Придется тебе Подвинуться Евро закончилось Начинаются Канны Все